здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня решил написать видео как вылечить эректильную дисфункцию у молодых мужчин для большинства мужчин слова эректильная дисфункция либо синоним импотенция выглядят как приговор окончательный который обжалование не подлежит на самом деле это далеко не так более 15 лет назад я сам познакомился с этим диагнозом самостоятельно с ним справился и до сих пор не испытываю никаких затруднений поэтому если вы просмотрите это видео до конца днем я врач фитотерапевт и то борис качков автор более 50 опубликованных книг и брошюр разных странах часть из которых вы можете приобрести через интернет расскажу вам что такое эректильная дисфункция чем отличается лечение эректильной дисфункции у молодых мужчин от лечения эректильной дисфункции у не самых молодых мужчин ну и как вылечить эректильную дисфункцию у молодых мужчин объяснить как происходит нарушение эрекции я попробую на примере обычного бассейна для плавания если вы хотите поплавать в бассейне с водой вы идете к бассейну и открываете кран через который вода будет заполнять бассейн в организме мужчины происходит нечто похожее когда мужчина видит женщину которая ему нравится мужчины повышается частота сокращения сердца увеличивается сила сокращения сердца повышается артериальное давление увеличивается накополнение кровью органов малого таза это обязательное условие без него ничего дальше не произойдет но недостаточное для того чтобы быстро наполнить бассейн водой и у вас не пропало желание в нем поплавать мало открыть кран через который вода будет поступать базе нужно перекрыть кран через который вода может покидать бассейн в этом случае заполняется бакс бассейн максимально быстро и вы получаете тот результат который вы хотели получить в организме мужчины происходит то же самое вот тот самый краник который перекрывает отток крови от органов малого таза вернее от полового члена называется мускулес бульбоспонгиозус если это маленькая мышца вами правильно тренирована и правильно управляется эрекция возникает легко нужное количество раз в сутки и продолжается нужное вам время лечение эректильной дисфункции у немолодых мужчин чаще всего начинается когда скорость заполнения бассейна снижена иными словами есть какие-то проблемы в кардио респираторной системе лечение эректильной дисфункции у молодых мужчин чаще всего начинается когда мужчина не знает как правильно управлять этой мышцы и что нужно делать какие природные средства можете легко и просто использовать и вылечить эректильную дисфункцию у молодых мужчин вы узнаете прямо сейчас чтобы вылечить эректильную дисфункцию у молодых мужчин уже научиться правильно управлять этой маленькой очень важной мужской мышцы под названием будет баспангиозус управлять ею ваша нервная система особенности которой нужно правильно использовать если ваша нервная система попадает под определение холерик иными словами сильный но не уравновешенный тип высшей нервной деятельности то это означает что при вашем рождении ваши родители подарили вам автомобиль марки bugatti например мой за это самый быстрый самый мощный автомобиль мире но в этом вопросе определяет не скорость движения а правильный приход финишу чаще всего рядом с вами не бугатти а несколько более скромной марки автомобиль потому как даже женщина холерик не подметки не годится холерику мужчине поэтому мужчина должен несколько усмирять свой пыл и часов за 5-6 до старта нужно исключить из рациона напитки под названием чай я имею ввиду чай китайский неважно черный зеленый цвет не имеет значения имеет значение состав которым присутствует кофеин а кофеин ваш бугатти переводит на форсированный режим работы на ближайших 5-6 часов именно поэтому чай нужно исключить из рациона за этот промежуток времени примерно за час до старта я бы советовал вам исключить кофе кофе содержит также кофеин который действует более жестко но более короткое время можно с помощью чая и кофе улучшать работу этой мышцы но не холерику холейку я бы советовал несколько расслабиться да вы можете использовать настойки с определением успокоительные но успокоительные травки либо препараты имеют эффект после действия иными словами результат вы получите но полного удовлетворения от этого вряд ли поэтому я бы вам советовал использовать настойку в другом виде я имею ввиду обычное вино натуральное белое сухое вино поможет вам несколько расслабиться сбросить избыток пыла и правильно использовать мощность своего бугатти для получения нужного вам результата если по определению высшей нервной деятельности вы сангвиник иными словами сильный но уравновешенный тип высшей нервной деятельности имеете то скорее всего при вашем рождении вам родители подарили автомобиль мазератти он на мой взгляд несколько скромнее по скоростным характеристикам но тоже достаточно мощный и в этом случае редко возникает эректильная дисфункция если же она у вас возникла то скорее всего за час-другой до старта вам лучше выпить чашку чая вы поднимите тонус своего мазератти на более высокий уровень и получите тот результат на который вы рассчитывали кофе я бы исключил он может перевести вас на разряд бугатти но скорость движения у вас будет выше однако колеса тормоза остались прежнего уровня и иными словами они могут такую скорость движения и не осилить поэтому а безопасность в вопросе прежде всего если у вас еще более скромный тип высшей нервной деятельности то есть вы флегматик иными словами слабый но уравновешенный тип высшей нервной деятельности имеете да вам может подойти чашка чая за несколько часов до старта и чашка кофе примерно за час но не прямо перед стартом слишком много кофеина в организме слишком сильная стимуляция сердечно-сосудистой системы и можно перевести лечение эректильной дисфункции у молодых мужчин влечение эректильной дисфункции у немолодых мужчин может при регулярном использовании такого способа получения нужного вам результата нарушится работа сердечно-сосудистой системы вы попадаете совершенно другую категорию если вы флегматик я бы сказал родители при рождении подарили вам мерседес возможности скромнее чем у бугатти либо мазератти добротно скроенный автомобиль который прослужит вам многие десятилетия важно вовремя водить на техобслуживание значительно сложнее вылечить эректильную дисфункцию молодых мужчин если особенности высшей нервной деятельности попадают под категорию меланхолик иными словами слабый неуравновешенный тип высшей нервной деятельности если сравнить с автомобилем я бы сказал это дешевый народный автомобиль сложены из тех агрегатов которые были и сложно предположить когда у него возникнет депрессия либо раздражительная слабость каких-то органах и системах и почему возникла эректильная дисфункция здесь пожалуй лечение эректильной дисфункции нужно проводить не как у молодых мужчин а у кого мужчин зрелого возраста несколько иные особенности но лечить нужно и возможно вам нужно еще использовать правильное питание да есть правильное питание перед сексом которая может улучшить потенцию и предупредить либо уменьшить эректильную дисфункцию такое видео уже на моем канале есть наберите в поисковике как правильно питаться перед сексом романтический ужин есть несколько видео на эту тему просмотрев которые вы узнаете как правильно подкармливать свой организм подкармливают но не перекармливать разные компоненты разные продукты питания разные блюда по-разному влияют на мужскую потенцию и могут либо вылечить эректильную дисфункцию либо спровоцировать эректильная дисфункция у вас проявится такие видео есть я не буду вас перегружать информации в этом видео а если вы получили полезную информацию для себя не забудьте поставить лайк на это видео если вы считаете что кому-то из ваших друзей знакомых родственников может эта информация понадобится можете отправить им ссылку можете опубликовать это видео в соц сетях а я с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения это видео буду заканчивать и в одном из следующих видео я разобью тему я расскажу как вылечить эректильную дисфункцию мужчин не самого молодого возраста в зависимости от тех проблем которые у вас есть а это глобально это проблемы кардио респираторной системы они стоят на первом месте и вы узнаете это одним из первых если вы подписчик моего канала если вы внесли его в закладки либо в избранное каким-то путем вы получаете ссылки о новых видео на моем канале и смотрите их одним из первых до новых встреч на моем канале